Народное славянское радио В эфире Народное славянское радио Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 7 апреля 2022 года, четверг. В виртуальной студии находится наш гость Ольга Семенова, Роттердам. Здравия тебе, Ольга! Здравствуйте! Ведущая сегодняшнего эфира Елена Лёвина, Алексей Щербаков трудится за пультом и Светлана Бышакова принимает ваши вопросы и реплики и следит за чатом. Уважаемые зрители и слушатели, я напомню, что вопросы и реплики мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио. Адрес нашего сайта slavradio.org пишется латиницей без пробелов, чат-беседка, и адрес ютуба youtube.com слэш или, касая черточка, славрадио. Дорогие друзья, Ольга очень часто, регулярно, даже можно сказать, выступает у нас на радио с темами, посвященными славянам, жившим на территории Западной Европы. Ну а также у Ольги были темы, посвященные общим корням европейского и русского языков. Ольга историк по образованию, переводчик. Она написала очень много статей по различным историческим темам. Последний раз Ольга была у нас в гостях на радио в феврале с темой британский гамбит, как пишется история. Сегодня Ольга рассматривает тему «Кельты, что звались скифами, и троянцы в Европе». Оля, вот каждое твое выступление у нас на радио – это результат исследования огромного исторического материала. Кстати, уважаемые зрители и слушатели, этот материал представлен у нас на сайте, в анонсе к передаче, и все желающие могут с ним ознакомиться. В каждой теме, Оля, которую ты рассматриваешь, есть какое-то новое открытие. В этот раз, я предполагаю, также будет приведено много интересных фактов и наверняка будут открытия по сегодняшней теме. Ты знаешь, прочитав анонс, в этот раз, вот меня лично удивило не то, что кельты-галлы когда-то назывались скифами, ведь я уже с тобой провожу много эфиров, и я уже кое-что знаю, а то, что троянец по имени Ваво и Энней, основатели Рима, оказывается, были родственниками. Вот, да, уважаемые друзья, сегодня будут рассмотрены две темы. И вот, Оля, ну я с нетерпением, во всяком случае, жду твоего рассказа. Да, Лен, да, ты абсолютно права. У нас каждый эфир и каждый раз какое-то историческое открытие. Ну, в общем-то, в этом, наверное, заключается суть наших бесед, чтобы каждый раз для зрителей, для слушателей открывать новые двери в историю прошлого наших предков. Да, сегодня будет действительно в нашей беседе разобраны две темы. Оказывается, кельтов когда-то называли скифами. Мы поговорим очень подробно об этом, когда и кто их называл скифами. И мы также поговорим о троянцах. И, казалось бы, значит, вот настолько разные темы, разбросанные в географически, исторически и даже во временных рамках. Но, тем не менее, они настолько между собой потрясающе связаны, что если слушатель дослушает нашу беседу до конца, он сделает для себя множество исторических открытий и, возможно, даже ответит на ряд вопросов, которые его могли занимать. Так что, друзья, приготовьтесь, вас действительно ждёт очень много интересных новых фактов. И я думаю, Лен, мы можем начать. Да, конечно, Оля. Да, мы ждём твоего рассказа. Тебе слово. Хорошо, спасибо. Ну и давайте тогда сразу начнём с кельтов, как потомков скифов. Работая над темой присутствия славян на территории современной Бельгии, а я очень много работаю с этой темой, вскрыла очень много интереснейших фактов по присутствию славян на территории крайне Западной Европы, я столкнулась с удивительным историческим материалом, который обязательно должен был быть озвучен. Я поняла, что по этому материалу нужно сделать отдельную, в частности, статью и отдельную беседу, разговор, потому что этот материал касается глубокой и неоспоримой древности скифов, а также их участия в формировании, тех народов, которых позже назовут кельтами. Итак, мне в руки попалась приинтереснейшая книга голландско-фламандского историка, это его портрет, Маркуса фан Вайрневайка. Называется книга «История Бельгии». Она была написана в 50-е годы XVI века. XVI век. Извлекая из книги информацию о присутствии рутенов русов на землях Фландрии, меня удивило то, как автор начал свое повествование. А именно, буквально в главе 23-й, первой книге, это изображение этой книги, скрин, значит, глава открывается такими словами. «Древнейшее царство мира, называемое Скифией». А дальше он пишет еще интереснее. «Хотя Скифское царство является самым старым, оно все еще не входит в число основных царств, ибо из-за неуклюжести и неумелости его обитателей их всегда называли варварами». Ну, давайте опустим пассаж о «Варварских скифов». Это как бы фраза, которая, как Хайли Лайкли, переходит из одной книги в другую. Раскопанные курганы говорят нам о прямо противоположном. Но мы подробно давайте и основательно остановимся на фразе «Древнейшее царство мира, называемое Скифией». А также разберемся, какая связь у Скифии есть с крайне западной Европой. Ну, и главное, при чем тут кельты. Как Лена уже говорила, мной написано ряд статей, их можно найти в интернет-ресурсах, где на основе исторического письменного материала я доказываю, что Скифии назывались не только земли в непосредственной прилеглости к Черному морю, но и территории, находившейся на западе Европы, на берегах Северного моря. Ну, я ее назвала по аналогии с Североморской Скифией. Геродот ввел осознанно в заблуждение читателей, использовав в своем труде очень странную фразу. Я ее процитирую. Он пишет «По рассказам скифов народ их моложе всех». Ну, эта фраза нелепа уже тем, что ни один народ из гордости не назовет себя моложе всех. Глупость, конечно. Хитрые историки размахивают это фразой как флажком. Забываю упомянуть свидетельство другого античного историка, Помпея Трога, его изображение. Я думаю, это сознательная амнезия. Сами работы Помпея Трога не сохранились. Сохранились как бы выдержки из его работ в произведениях других авторов. И в частности, у историка II века Марка Юстина мы находим такую фразу Помпея Трога. Помпей Трог жил на рубеже эпоха I век до нашей эры, I век нашей эры. То есть 2000 лет назад тютелька в тютельку. Так вот, что говорил Помпей Трог. Племя скифов всегда считалось самым древним. Хотя между скифами и египтянами долго происходил спор о древности происхождения. Дальше его глава посвящена неконкретно этому спору. И заканчивает он ее такими словами. Вот какими доказательствами скифы одержали верх над египтянами и с тех пор всегда считались самым древним народом. То есть Геродот может курить в сторонке. Любопытно, что Маркус фан Вайерневайк напирается в своей книге «История Бильгия» на известные ему факты, которые откровенно противоречат реплике Геродота. Также Маркус не только цитирует Помпея Трога, он также дополняет его другой интересной мыслью, вероятно, взятой из какого-то другого источника. Он пишет так. «Скифская империя возникла спустя 131 год после потопа при князе или предводителе Рогау». Вот я сделала скринт. К сожалению, не очень хорошее качество, но в принципе здесь достаточно хорошо видно, что идет речь о скифах. Это латинскими буквами год 131, нар, д, после потопа. Автор называет князя Рогау, но учитывая особенности засовывания местных языков, в частности скифских языков, в рамке 26 латинских букв, можно предположить, что имелось имя Руги или Руг. Ну, это имя нам известно как одно из племен Ругов. Итак, скифы – самый древний народ Европы. То, что я сейчас процитирую далее, тоже будет напрямую связано со скифами. Но я здесь сейчас вывела картинку, про нее немножко забыла. Значит, Маркус говорит о том, что скифы, скифская империя возникла спустя 131 год после потопа. Если вы кто-то читал или соприкасался с русским сказанием, сказание о Словении и Руси, самый ранний список относится к 17 меку, и посмотрел хронологию событий, то, согласно сказанию о Словении и Руси, потоп произошел в 3263 году до нашей эры. И в этом сказании говорится, что то ли внук, то ли правнук Яфета по имени Скиф является основателем скифского государства. И получается, что это практически те же даты, на которые указывал и Фаерн-Эвайк. То есть разбежка 100 лет между потопом и появлением скифской империи. То есть и западноевропейский историк, и русская летопись говорит об одних и тех же событиях, заключая их в одни практически те же временные рамки. То есть приблизительно 100 лет после потопа. Дальше, что еще пишет Фаерн-Эвайк о скифах? Цитата. Эту информацию я не встречала больше ни в каких других источниках или книгах, поэтому но решила, что это будет интересно и любопытно для слушателей или для других исследователей. Цитата. От скифов произошли чателаны. Можно прочитать как хателаны. Вариант хаты. Здесь не совсем понятно. От скифов произошли чателаны и готы, народы, которые были очень желанными и миролюбивыми, и поклонялись змеям перед богами. Считается, однако, что среди них долгое время хранились сочинения или письма Ноя, которые касались способов познания Бога и применения добродетели, а также тайн природы и того, как установить и поддерживать хорошее правительство. Эти сочинения не доверяли никому, кроме своих священников и богословов. То есть речь идет о том, что какие-то ветви скифского народа могли иметь и хранить некие знания, которые были недоступны для других народов и которые передавались через священников. Этот момент надо еще исследовать и уточнять, но я посчитала, что это нужно было, интересно было бы знать нашим слушателям. Итак, на данном этапе мы выяснили следующее. Скифы – самый древний народ Евразии. Но какое отношение наши скифы имеют к галам и кельтам? К тому населению, которое обитало на территориях по побережью Атлантического океана, на тех самых землях, где сегодня располагаются Голландия, Бельгия, Франция. Так вот, ряд источников указывает на то, что земли вблизи Северного моря не просто назывались скифи. Эту информацию можно множество историков вычитать, узнать. Об этом о скифии на Северном море говорил и Ненни, и Гольфрид Манмутский, и Венская космография, и наши отечественные историки Алексей Лызлов, Федор Морошкин. То есть это уже не является секретом. Эта тема уже была поднята в наших беседах. Так вот, оказывается, Галла Кельт иметь самое прямое отношение к нашим скифам. Пожалуй, старейшим автором, попытавшимся собрать воедино исторические данные по Бельгии и Фландрии, простите, ищи труды сохранились до наших дней, был Жак де Майер или Якоб де Майер, фламандский поэт и историк. На экране сейчас титульный лист его книги первого издания «Фламандские аналы» или «История Фландрии». Эту книгу часто цитируяли позднейшие авторы. И вот, что он пишет в самом начале книги. Якоб де Майер. Цитата. «Еще задолго до того, как в Галлии появились германцы, белки, а затем римляне, эти земли заселили другие, которые пересекли Рейн в большом количестве, и в течение 500 лет, пока они не прошли через всю Галлию, Британию, Испанию, Италию». Перевод выглядит немножко корявым, но для меня принципиально важно, как можно ближе быть к источнику. То есть адаптировать, красиво написать потом на русском языке – это несложно. Для меня важно, чтобы перевод был слово в слово. То есть у нас получается, что еще задолго до того, как на землях Бельгии появились сами бельгийцы, а затем римляне, эти земли были заселены другим народом, который в течение 500 лет распространялся по окружающим территориям, пока не заселил всю Галлию, Британию, Испанию и Италию. То есть, согласно Майеру, еще задолго до появления на этих землях римлян здесь жили другие. Но логично спросить, другие – это кто? И вот на этот вопрос без тумана и напрямую отвечает другой голландский историк Матеус Смолеганга. Вообще, я читала Смолеганга с таким удовольствием, у него невероятное количество приинтереснейших фактов. Ну, получала, повторюсь, удовольствие. Вот что пишет Смолеганга. Цитата. Скифы, впоследствии кельты, а ныне кимвры, заселившие окраины Галлии, населяли земли Фрисландии, Голландии, Зеландии, Барабанта и Фландрии возле моря, а также другие земли, вышележащие. Но воды и приливы океана их огорчали, особенно когда они бесконечно умножались, так они решили переселиться на более удобные земли и найти новые места обитания. Перед вами скрин. Именно вот это, ну, текст этой фразы. Вот здесь вот написано четко. Скифы и их наследники кельты, теперь которые зовутся кимврами, кимврами или кимбры, на сериале территории Фрисландии, Голландии, Зеландии и так далее. То есть все, вся наша беседа основана на конкретном историческом материале. Еще раз. Скифы, впоследствии кельты, так и пишет Смолеганга, заселяли территории Галлии, Фрисландии, Голландии, Зеландии. Идем дальше. То есть еще раз немножко, может быть, повторюсь, но это принципиально важно. Согласно Смолеганга, скифы на крайне западных землях Европы стали называться кельтами. Причем кто не знает, или, может быть, знал, но забыл. Кельтами звали этих людей греки, а римляне прозвали их галами. Кельты и галы – это разные названия одного и того же населения. Нам очень часто подменяют одно название другим, увеличивая объем знаний и предлагая мысль о том, что это совершенно разные люди. То рассказывает нам историю Галлии, то рассказывает нам историю кельтики. На самом деле это одни и те же люди, которых называли греки кельтами, а римляне – галами. Европейцы отлично осознавали, о ком они говорят, когда упоминают скифов. Еще один автор – середина XVII века. То есть мы идем по позднесредневековым авторам, скажем так, историкам нового времени. Иоганн Исаак Понтан, обращая внимание на поговорку, которая употреблялась у скифов, замечает, что ныне, то есть на тот момент, когда была издана книга, а это 1654 год, то есть именно на это время скифы – это тартарцы и московиты. Повторюсь, скифы – это и тартарцы, и московиты. Историк их не различает, а наоборот объединяет общими предками – скифами. Цитата. У древних скифов, это нынешние тартарцы и московиты, была поговорка, что лающие собаки все вместе только лают, а тишайшие воды, глубокие земли размывают. Вот какая потрясающая пословица. Вот ничем, нисколько она не устарела. Лающие собаки, как тогда, так и сейчас вместе, только лают. А тишайшие воды глубокие земли размывают. Тихо, но спокойно делают свое дело. Вернемся к крайне западным скифам. Ну, как бы, может возникнуть вопрос у кого-то, особенно люди сомневающиеся или люди малознакомые с этой темой. Ну, может быть, этот историк Смолиганга что-то напутал со скифа кельтами. По незнанию написал в своей книге, что скифы в Европе впоследствии стали называться кельтами, ну, или галами. Нет, друзья, то же самое пишет и Якоб Майера, о котором я говорила выше. И пишет он следующее. Сейчас я выведу на экран скрин из его книги. Считается, что кимвры, рутены или руси, свевы, фризы, батавы, франки, вандалы, готы, саксонцы, гунны, скифы и даны жили во Фландрии, это современная Бельгия, отчасти в одно и то же, отчасти в разное время. То есть у нас опять рутены, русы, фризы, скифы, скифы живут во Фландрии, согласно данному историку. И очень важный момент, я это, значит, слова даже подчеркнула. Автор не различает рутенов и русов. Для него это люди, как бы одни и те же люди, называющиеся просто разными именами. Он пишет рутены или руси, одно и то же. Это очень важно принципиально в понимании вопроса, кто были такие рутены. И здесь мне хочется немножко поговорить буквально в двух словах о подлогах, чтобы у меня не было монотонный такой разговор, чтобы вы не уставали от моих умных фраз. Это издание было, эта книга была издана в 1531 году, Яков Майер. Здесь рутены, пишутся и русы через союз или. Проходит некоторое количество времени. В 1843 году книгу Якова Майера переиздают. 1843 год. И здесь мы уже видим, что у нас рутены и русы пишутся через запятую. То есть, казалось бы, ошибка книгопечатник. И тем не менее нам корежат историю. У нас получается, что рутены и русы – это совершенно два разных народа, соответственно, не имеющих, по меньшей мере, друг к другу никакого отношения. Вот, казалось бы, всего запятая, а тем не менее история уже подложная. Царь-то не настоящий. Есть еще вот такая интересная картинка. Я ее нашла в интернете. Меня она в свое время очень удивила. Здесь старое изображение, какая-то старая фотография скульптуры на Кафедральном соборе. И ее же изображение только уже после реставрации. Автор картинки нам показывает, что до реставрации подпись была Анна де Руси. Анна – русская королева Франции. Здесь вот видно тоже, что здесь написано именно слово «русская». После реставрации она стала называться Анна де Киев. Анна – киевская королева Франции. Это тоже самое, как и запятая между рутенами или русами. Это хитрый, подлый подлог в истории, который делался всегда, особенно в последнее время, чтобы уничтожить любую и всякую память о присутствии русов, славяных на этих землях. Но я не лыком шита, я думала, ну может быть, это подделка, ну мало ли сейчас возможности есть у людей, кто умеет пользоваться определенными возможностями интернета. Я нашла сайт этого кафедрального собора, бывшее аббатство Сен-Винсент, и мне переводчик выдал такую информацию. Значит, это изображение, эта скульптура находится во Франции, аббатство Сен-Винсент, статуя Анны Киевской слева от портала. И год реконструкции здесь, судя по тому, что лицензия дана, 2011 год, и мы видим, что там написано Анна Киевская, королева Франции. Но сказать, что это бардак, это ничего не сказать, это наглая, подлая подтасовка истории. Вернемся к нашей теме, друзья. Итак, во Фландрии жили скифы. Скифы, которых греко-римские историки станут называть то кельтами, то галами. Чем больше путаницы в голове, тем проще манипулировать людьми. Выше я цитировала, что вследствие наводнений и подъема вод от океана, скифы решили переселиться на более удобные земли и найти новые места обитания. Об этом пишет Маттеус Моллигард, и далее он уточняет. Цитата. Так, оставив концы Галлии и смешавшись с другими бельгийцами, ну в данной ситуации с теми, кого потом стали называть бельгийцами, ну скажем так, с каким-то еще населением, которое проживало на этих территориях. Смешавшись с другими бельгийцами, они, скифы, стали великим множеством, у которых был одинаковый говор. А в монголандском это звучит «эншелавда спрак», то есть одинаковый говор или одинаковый язык. То есть у них, у потомков скифов, был одинаковый говор, одинаковая речь. Так осмеливается писать историк середины XVI века. Эти люди отлично понимали друг друга и общались между собой вплоть до тех времен, пока на этих неземлях не появились римляне. Вот почему настолько много слов общих, например, в голландском и славянском языке, в английском и славянском языке, потому что раньше на этих территориях говорили на одном общем, назовем это на данный момент, скифском языке. И вот что интересно, в отчете Юлия Цезаря о киноциде местных народов, называется «Гальские войны», ясно дается понять, это идет красной линией по всей его книге, что все галы отлично понимали друг друга, и они общались на одном языке. Но почему-то никто из исследователей на это не обращает внимания. Кстати, очень рекомендую вам почитать Юлия Цезаря и его «Гальские войны». Вот «Майн кампф» стоит в сторонке и тихо курит, потому что такой отчет о том, как уничтожается народ, какими методами надо пользоваться, чтобы завоевать определенные территории, покорить народы, но в этой книжке расписано, но детально. Я читала, у меня волосы дыбом стояли. Просто негодяй. Вслед за Помпеем Трогом Смолегард также считает нужным упомянуть, что, цитата, «среди всех этих потомков европейских народов скифы всегда считались древнейшими, хотя египтяне хотели оспорить их древность». Но Матеус не ограничивается только этим автором. Он апеллирует также к еще одному римскому историку Марку «Порцию Катону». И он цитирует Катона. Вот такую фразу он дает. Маркус «Порцию Ската» говорил, первенство в происхождении всегда отдается скифам, которые сильно умножились и со своим народом расселились по всему Риму. То есть римляне знали и помнили, что первыми были скифы. Но Марк «Порция Катон», его труды также практически не сохранились, но он очень известен своей знаменитой фразой, которую он использовал после каждого выступления. «Я придерживаюсь мнения, что Карфаген должен быть разрушен». Вот это фотография раскопок прошлых, десятых годов прошлого века, места, где находился Карфаген. Кстати, вы не задавались, друзья, себя вопросом, почему римляне, ну вот кровь из носа, нужно было разрушить этот город, распахать его, посыпать солью, чтобы здесь никогда ничего не всходило. Откуда такая глобальная, тотальная ненависть к Карфагену? Ну это так, вопрос любознательным. Дальше. Смолеганга еще раз напоминает читателю. От скифов отпочковались те, кто назывались кельтами, из-за холода их скифских земель. Очень интересная версия, которую выдвигает в своей книге Маттеус Смолеганга по поводу расселения этих самых скифов, кельтов. То есть он говорит, что в определенный момент, особенно в результате каких-то природных катаклизмов, они были вынуждены уходить, расселяться на другие территории. То есть я уже цитировала выше его слова о постоянных наводнениях и изменениях ландшафта на прилегающих к Атлантическому океану территориях. Вот он говорит о том, что люди были вынуждены в какой-то период времени покидать прибрежные земли. Говоря о Бельгии и Голландии, он замечает, что эти территории были с одной стороны очень заполучены и труднопроходимы, а с другой стороны покрыты густыми, дремучими лесами. И он пишет, что попасть сюда, в частности на Голландские берега, со стороны континента, то есть с востока, в древние времена было почти невозможно. Следовательно, он делал этот вывод, что освоение этих земель могло произойти только с запада, то есть со стороны британских островов. Вот это у него были исключительные рассуждения. Но эти рассуждения подтверждаются моими историческими исследованиями, которые я обосновала в ряде своих статей. Кому любопытно, пожалуйста, приглашаю, почитайте. Так, Майер и Смолиганга были не единственными историками, считавшими, что скифы населяли берега Атлантического океана, а позже были переименованы греко-римскими писаками в Кельта-Галлов. Есть еще один такой достаточно знаменитый французский историк, это у нас уже 18-й, середина 18-го века, Симон Пелутье. В 1743 году он был избран членом Академии наук в Берлине, то есть человек совсем не последний, и потом был изрван библиотекарем этой Академии наук. Библиотекарем – это ключевое слово. У него был доступ к письменным источникам, к тем источникам, которые, как правило, недоступны обычному посетителю библиотеки. В 1740 году выходит его труд «История кельтов» и особенно о галах и германцев от сказочных времен до захвата Рима галами. То есть он попробовал найти информацию о местном населении до прибытия на эти земли, ну, скажем так, римлян, да? Вот эта книга, титульный лист, и вот что он пишет в своем историческом исследовании. Буквально вот на первых страницах своей книги. Цитата. «Кельты были частью древних скифов». Четко ясно, черным по белому. «Кельты были частью древних скифов». Ранние античные авторы делят европейских скифов на гиперборийцев, савраматов и аримаспов. И далее он поясняет вот эту мысль таким образом. Савраматы до сих пор сохраняют это имя. Гипербории – это кельты. А аримаспы, пожалуй, сказочный народ, заключает он. Вот поворот. Кельты – это гипербории. А гипербории, как хорошо известно, это скифы. Ну, наверное, именно поэтому данная история позволяет себе сказать слова. Цитата. «Кельты были частью древних скифов». Пелутье, определяя радиус своего повествования о кельтах, намечает основные пункты, на которые считает важным обратить внимание. То есть она заглавливает главы, в которых хочет описать то или иное событие. И я перечислю просто название этих глав, о чем он пишет далее, раскрывает эти главы, эти темы. Итак, древние галы были кельтами. Древние германцы были кельтами. Это, повторюсь, название глав. Жители Скандинавии были кельты. Кельты были в Польше. Также Московия. Народы Англии были кельтами. Пикты или скоты были кельтами. Ирландцы также. Логика радиуса повествования будет понятна в том случае, если учесть, что кельты Московии и Польши были частью древних скифов. Все укладывается в мозаику. Камешек к камешку. Свою логическую цепочку французский историк XVIII века Пелутье заканчивает вот такой фразой. Древними жителями Греции были скифы. Тот самый народ, который впоследствии получил название кельтов. Здесь больше ни у кого вопросов по этому поводу возникать не будет. Давайте подведем итоги всему вышесказанному. Скифы занимали территории всей Европы. Это очевидно и доказуемо на примере трудов ряда историков нового времени, которые опирали, в свою очередь, на работы древних авторов. Тех авторов, которые до нас, к сожалению, уже не дошли, были утеряны. Тех историков, которые еще не погрязли в идеологическую информационную войну против истины. Например, Равенский аноним VIII века утверждал, что существовало три скифии на востоке, так называемой Черноморской, в Центральной Европе и на Западе за Датским полуостровом. И назывались эти земли скифии именно потому, что, ну логично, их населяли потомки скифов, люди, которых новопришедшие сущности поделили на кельтов, галлов, бритов, германцев и лирийцев и так далее. Девиз этих сущностей был и есть «разделяй и властвуй». За две тысячи лет, ребят, ничего в корне не изменилось. Выше приведенные мною авторы еще мало известны отечественной публике. Они честно признавались, что Фландрию, Бельгию и значительную часть побережья Латинческого океана заселяли в незапамятные времена скифы. И этих скифов с легкой руки гримко-римских историков, в кавычках, стали называть сначала кельтами, а потом галлами. У человеческой памяти есть удивительное свойство. Забывать не только плохое и неприятное, но и забывать хорошее и важное. Этим пользуются кукловоды мира. Кому-то очень важно, чтобы мы, люди, воспринимали наше прошлое, нашу историю не такой, какая она была в действительности, а как в стране кривых зеркал. Все наоборот. Нам старательно, методично стирают память и подменяют ее другими событиями и другими фактами. Если мы это осознаем на примере исторических событий, то мы поймем, что с нами происходит в том мире, который окружает наш сейчас. Вот прямо в эту самую минуту. А главное, осознаем, кто за этим стоит. Под конец хочется привести цитату одного из первых отечественных историков Андрея Лазлова. Он писал в 17 веке. Вот цитата из его труда «Скифская история». «Скифия разделяется же на четыре части. Четвертая содержит страны, мало нам ведомые. Яко Белгиан, Аргон, Арсатор, Аньо. Яко Арсатор страна, область есть Белгиана». Цитата закончена. «Надеюсь, теперь мы с полным основанием можем сказать, что четвертая «Скифия» хорошо нам ведомая. Это «Скифия» простиралась от берегов Дании до земель Франции. А гала-кельты были потомками скифов». Карта, конечно, условная, не совсем правильная в плане разделения по цветам, но в целом дает представление о том, кто и когда проживали на этих землях и как они реально назывались. Лена, это что касается первой части нашей беседы. Надеюсь, я ответила на вопрос, почему скифы стали называться кельтами. Да, Оля, вполне ты, конечно, ответила на вопрос. Ты знаешь, мне хочется на твой вопрос попробовать ответить. Вот ты сказала, почему разрушен карфаген. Я думаю, что, наверное, там все-таки было очень много следов, скажем так, архитектурных памятников и так далее, скифов. Им надо было уничтожить. Однозначно. Там было что-то связано с нашими предками, что для них было чрезвычайно опасно, поэтому они сравнялись с землей. Думаю, все дороги ведут в Рим. Да, совершенно верно. А вот, Оля, у меня к тебе такой, может быть, немножко неожиданный вопрос. Скажи, пожалуйста, вот можно ли сказать в этом случае, что увлечение кельтской музыкой, кельтской, вернее, культурой, музыкой среди современной молодежи – это увлечение скифскими традициями? Да, да, безусловно. То есть вот, разбирая исторический материал, мы приходим к удивительным выводам, что, ну, как бы кельт – это просто другое название скифа, более позднее название. То есть когда молодежь увлекается кельтской культурой, она, по сути дела, увлекается историей своих предков. Только мы об этом уже не знаем. И вот в этом и заключается, как бы, цель честных историков – вернуть все на свои места. Только здесь надо немножко нюанс сделать, что увлечение не теми готами или чёрными готами, которых тоже относят к кельтскому миру, что сейчас молодёжь иногда любит там одеваться, наряжаться, а именно кельтской историей и исторической реконструкции. То есть те, кто действительно увлекаются именно прошлым, историей кельтов, вот опять же слушают музыку, пытаются как-то её воспроизводить. Да, это, по сути дела, увлечение скифскими традициями, традициями нашими предков. Но здесь маленький нюанс. Мы должны, конечно, понимать, что скифы, имея общих предков, и, я думаю, убеждена, общий внешний вид, как-то общие родовые особенности, могли иметь некоторые различия в культуре. Потому что понятно, что кельты на Крайнем Западе, в силу географических, природных и ряда других нюансов, могли приобрести некоторые другие культурные аспекты, нежели скифы при Черноморье, или скифы уральские. Понятно, что какие-то различия есть. Так же, как понятно, что сербы и белорусы – это славяне, но одежда у них чуть-чуть другая, и танцы чуть-чуть другие, хотя эти и другие являются славянами. То есть вот этот момент тоже надо понимать и осознавать. Лен. Да, совершенно верно, согласна с тобой, Оля. Да, благодарю за ответ на вопрос. Ну что, Оля, может быть, продолжаем? Ты продолжишь свой рассказ? Да, с удовольствием. Хорошо. Давайте перейдём к следующей теме и попробуем, постараемся её связать с нашей первой темой. Значит, мы её заявили как потомки троянцев или троянцы в Европе. Какую роль сыграли троянцы в истории Европы? Покажется странным, да, где Троя, где Европа, и вроде как бы, казалось бы, особо неизвестно нам о присутствии троянцев в Европе. Но это не значит, что их здесь не было. Давайте рассмотрим эту тему, найдём те исторические факты, которые нам ещё неизвестны, вот от слова «вообще неизвестны», и потом выстроим логическую цепочку исторических событий, которые происходили на этих европейских территориях, ну и заодно ответим, ну, каждый для себя, возможно, так в конце я не буду специально отвечать, каждый для себя сможет ответить на вопрос, куда же делись скифы с территорий крайне западной Европы. Поехали. Мне приходится много работать с историческими источниками, пока ещё мало известными отечественным исследователям. И это, кстати, во многом благодаря интернету и тому факту, что многие библиотеки выставляют отсканированные книги, которые раньше невозможно было прочесть, всего того, что вряд ли бы кто-то поехал в Бельгию или во Францию, в библиотеку искать какой-то труд. Сейчас такая возможность есть, поэтому я думаю, что серьёзным исследователям надо этой возможностью воспользоваться. Вот одним из таких источников является трёхтомный труд Жака де Гиза. Он называется на латинском языке, попробуй прочитать правильно, анализ хистория и люстриум принципум ханония. Почему я это зачитываю? Дело в том, что название длинное, но как бы в современной историографии оно укоротилось, известно больше как «История Хенегау» или вариант «История Эно». Хенегау и Эно – это название одного и того же графства на территории современной Европы. Принтереснейшая, прискрупулёзнейшая работа «Историка XIV века». Жак де Гиз жил в XIV веке. Это современное издание. Здесь текст проведён на латинском и французском языках в переводе. Я работала конкретно с этой книгой. Но вот это, ну скажем так, почти оригинал. Книга Жана де Гиза в XV веке была переведена на французский язык, оформлена вот таким потрясающим красивым образом и подарена Филиппу III Бургундскому. И конкретно вот эта книга сейчас, она получила название именно «Хроника Эно». Вот, и, значит, это перевод книги Жана де Гиза, «Хроника Эно», которая сейчас находится в Королевской библиотеке в Бельгии, в Брюсселе. Вот об этой книге мы сейчас поговорим буквально в двух словах и об её авторе, а потом перейдём к содержанию. Очень интересным и принципиально важным. Жак де Гиз в юном возрасте вступил в орден францисканцев. Это очень важно. Все наши историки были монахами. Получил степень доктора теологии, но в возрасте 40 лет обратился к историческим изысканиям, обнаружив, что его родина, графство Генегуа или Эно, не располагает столь же обстоятельными «Хрониками», какие имеются у соседних государств. Он, будучи монахом в созвании доктора наук, имел возможность воспользоваться материалами местных феодалов, монастырей, церковных и городских архивов. И он сделал потрясающую компиляцию из различных источников. Получилась очень интересная работа, и он использовал ряд трудов авторов более древних, которые до сегодняшнего времени не сохранились, и о них известны исключительно из вот этой книги Жака де Гиза. Тем более цена – это его книга. Давайте перейдем непосредственно к содержанию «Хроники Эна», которая начинается рассказом о появлении на территории Фландри беглых троянцев, попочки, во главе с одиозной фигурой по имени Баффо. Итак, история графства Эна начинается с истории появления на этих землях троянцев. Вот вы не знали, и я до этого не знала. Автор делает упор на то, что эти люди, Баффо и компания, стали ядром бельгийского народа. И он описывает подробно судьбу и историю, собственно говоря, вот только этого племени, или, скажем так, последователей Баффо. Как выясняется из текста, троянцы были не единственными насельниками фландрийских земель. А цель авторов, собственно, заключалась в том, чтобы описать историю преемственности, преемственности между троянцами-бельгийцами и основателями Рима. Но об этом очень подробно ниже. То есть Баффо и его компания не были кельто-скифами, о чем мы говорили выше, не были исконными жителями этих земель. В контексте истории и судьбы скифа русославян на западных землях Европы необходимо уделить внимание вот этому человеку Баффо как личности. Он, на мой взгляд, ключевая фигура в романизации Европы. Согласно сведениям, послушайте, ребят, здесь внимательнее, потому что это принципиально важно, что я сейчас скажу. Согласно сведениям Жака де Гиза, Баффо был двоюродным братом царя Трой, Пряма. По материнской линии Прям и Баффо были двоюродными братьями. Есть еще один, так сказать, герой Трои, Энней, более нам известный, который был дедом Ромула, основателя Рима. Энней являлся родственником по мужской линии в седьмом колене и Пряму, и Баффо. То есть эти три человека состояли в родственных отношениях. Баффо, Прям и Энней были дальними родственниками, братьями. Баффо. Баффо, жрец и аристократ, после сложных гаданий и долгих размышлений последним пребывает в осажденную Трою якобы для обороны. Но на деле он устраивает так панику, там панику. Об этом пишет Жак де Гиз в своей работе, и я просто передаю те сведения, которые сообщает он. Этот Баффо сообщает Пряму, что его собственные гадания, а также великие боги поделились с ним информацией о том, что Троя вскоре падет. Прям, который 10 лет успешно одерживал осаду города, был очень удивлен этому сообщению, отправил Баффо к ядрине фени. Но Баффо продолжал мутить народ в городе. Люди начинают паниковать и бежать из крепости. Крепость в итоге сдается. Баффо подкладывает двоюродному брату свинью или коня, как вам удобнее воспринимать информацию. А сам собирает сокровища, об этом пишет Жак де Гиз, собирает сокровища и строит, и с частью сторонников сбегает на уже приготовленных заранее кораблях из города. Самое интересное, что сам Жак де Гиз эту историю взял из шестой главы истории Луция, которая не сохранилась до наших дней. И история, переданная Жаком де Гизом, кардинальным образом отличается об общеизвестной истории Гомера и Троянского коня. Вот как хотите, так это, друзья, и понимаете. Но повторюсь, у Жака де Гиза нет ни слова ни о каком коне. Затем судьба забрасывает этого жреца, вождя и авантюриста в Западную Европу, к берегам Фландрии, где он высаживается, а потом перемещается со своими сторонниками вглубь территорий, на земли где-то между средним течением рек Рейн и Лаура. На этих землях возникает территориальная единица, просуществовавшая до XVII века, известная в истории как графство Эно или графство Ганигау. Об этой территориальной единице очень мало сведений. Позволю себе предположить, что в русских русскоязычных источниках о ней нет вообще информации. То есть я эту информацию нашла именно через западные источники. Любознательный может выводить кое-что из Википедии, забив запрос на английском, французском или голландском языке. На самом деле приинтереснейший исторический географический объект. Ну это, друзья, вдруг опять же кто-то знал, но забыл, где приблизительно находилось строя. Это современные побережья Турции. Возникает вопрос. Ну при чем тут заявление, заявленное в заголовке тема, как Рим установил свое господство и влияние в Европе, или как троянцы оказались в Европе. Наберемся терпения, друзья. Итоги, повторюсь, вас потрясут. Итак, что представляло из себя графство Эно? Давайте перейдем к карте. Только не к этой, а вот к этой. Так, наверное, лучше вот так. Возникшее на землях, освоенных троянскими беглецами. Мы с вами об этом только что сказали. Вот на эти земли высадились троянцы во главе с вождем Баффа. Считается, что название было дано в честь реки Хейн. Если убрать Хэ, которое не всегда произносится, получается Эйн или Эно. Отсюда и название графства Хейнигау или графства Эн. Считается, что название было дано в честь реки, протекающей по середине данных территорий, а первые письменные упоминания относятся к восьмому веку. Это информация из Википедии. Историческая область включала в себя современные страны, то есть вот эта область как бы включала в себя современные Бельгию, Нидерланды, Люксембург, часть Северной Франции и Западной Германии. То есть если мы посмотрим на карту и проведем вот прямо посередине линию, то это будет граница. То есть северная часть принадлежит современной Бельгии, а южная часть – это Северная Франция. В XVII веке графство Эна было поделено между Францией и Бельгией. Любопытно, что при Франках графство входило в состав франкского государства, но, очень важно, управлялось местными графьями. А позже формально являлось частью Великой Германской перии, но также продолжало управляться местными графьями. Почему, вы поймете из повествования дальше. А теперь давайте опять возьмем в руки и почитаем отчет Юлия Ц. о покорении Галии, Цезаря. Согласно его донесениям в Рим, все гальские племена в большей или меньшей степени участвовали в противостоянии римским захватчикам. Это принципиально важно, очень важно. Все племена так или иначе воевали с римскими легионерами. Все, кроме одного. Оно не только не воевало с оккупантами, но и всячески им помогало и проявляло лояльность и дружелюбность. В своей книге это племя царь обозначил как ремов, ремы. Ремы всячески и во всех походах Юлия Цезаря оказывали тирану уважение и поддержку. Вот цитата из его книги. Ближайшие соседи бельгов, ремы, отправили к нему послами первых людей своей общины с заявлением, что они себя и свое достояние отдают под власть и покровительство римского народа. Они не были заодно с остальными бельгами и вообще не вступали ни в какие тайные союзы против римского народа. Это я все еще цитирую Цезарь. Наоборот, они готовы дать заложников исполнить все требования принять римлян в свои города и снабдить их хлебом и другими припасами. Обалдеть! Вот с какого такого перепуга все бельгийцы и все остальные галы сопротивлялись римлянам, а здесь такая лояльность к римлянам. Ну, кто внимательно меня слушает, но я думаю, что уже начинает догадываться, к чему идет дело. Существует неплохая карта, так, это монеты якобы ремов, прослеживающие все движения римской армии по Галии и указывающие расположение тех племен, с которыми римляне сталкивались на этих территориях. Я читала Гальские выемны именно с этой картой, следя, наблюдая, где какие племена находились. В ней есть недочеты, но в целом это очень хорошая удачная карта. Если кто-то решится читать Цезаря, очень вам рекомендую читать ее именно с картой, его работу с картой. За некоторыми шероховатостями и неточностями эта карта в целом сделана именно по тем письменным отчетам Цезаря, который он посылал в Рим и который для нас перевели с латинского истинка. Хочу обратить ваше внимание, что вот здесь, на этих территориях, между Рейном и Лаурой, жили ремы, то есть те, кого Цезарь назвал ремами. Вот они довольно четко выделены. Так вот, если наложить карту проживания ремов племени лояльного оккупанта, вот эти ремы, с карты графства Эно, они совпадают на сто процентов. Я хочу поблагодарить соратников, которые помогали мне делать эти карты. Спасибо, друзья, за помощь. Наложив одну карту на другую, мы видим, что совпадение территории графства Эно с территорией, на которых проживали те люди, которых Цезарь назвал ремами, сто процентные. Напомню, кто забыл, царь Трой Приам, а также основатель графства Эно, товарищ Баффа, и основатель Рима Эней, они все были родственниками, выходцами из Фригии. Вы обратили внимание, как Цезарь назвал этих людей в своих письмах, да? Я, в общем-то, делала упор. Он их назвал ремы. Рем был братом Рому. А стало быть, назвав это племя данным именем, Цезарь подтверждал их родство с римлянами. Получается, что на Белго-французских землях существовал чуждый местному населению анклав потомков троянцев, помнящих и лелеющих свое происхождение. Не были ли вот эти троянцы на территории скифских земель тем самым троянским конем, такими засланными казачками? На этих людей, потомков Баффа, была сделана ставка Цезарем при покорении Галии и гальских племен. Так же, как и была сделана ставка на британцев в романизации Европы. После того, как Цезарь узнал, что бриты произошли от вождя по имени Брит, а Брит – это внук, по другим источникам правнук, того самого Энея, основателя Рима. Все так связано и повязано между собой, что все, повторюсь, камешки укладываются в мозаику. Вот что пишет по этому поводу в истории бритов Гольфрид Мангмутский, цитата «Смотря на океан и услышав название этого королевства и как зовется обитающий на нем народ, Цезарь воскликнул, у нас, римлян, клянусь Геркулесом и у бритов, течет в жилах та же самая кровь, ибо свое начало мы ведем от общего корня». Но вернемся к Рэмам. Без ложной скромности позволю себе сказать, что я первая связала племя Рэмов с потомками троянцев. Сейчас объясню, почему. Проблема нашей историографической науки заключается в том, что мы воспринимаем и преподаем историю в школах и университете как некую линейную парадигму. То есть мы изучаем историю в формате 1D, тогда как историю надо изучать в объеме, в формате 3D, накладывая одно событие на другое в определенных исторических рамках. Мы знали кое-что о Рэмах, тот, кто читал Юлия Цезаря. Мы знали, возможно, кое-что о троянцах, от которых, например, вели, как известно, свое происхождение, франкские короли. Но у нас не было никогда идеи наложить одно на другое и сделать эту картинку объемной. Для примера вам приведу. У нас всегда принято было ругать Ивана Грозного. Кстати, в голландском языке это Иван Фершриклика, Фершриклика, Иван Ужасный, то есть это еще большее усугубление, скажем так, его неких действий. Но, тем не менее, мы никогда не приводим как объемное изображение истории, что в это же время, когда жил Иван Грозный, существовала достаточно ужасная дама по имени королева Англии Елизавета Первая, у которой папаша, кстати, Генрих Восьмой английский, имея шесть жен, двух умудрился казнить. И, по-моему, на мой взгляд, это просто чудовищно. Также в это же время, когда жил Иван Грозный, происходили гугенотские избиения во Франции, когда погибло огромное количество людей. Но нам замыкает все на то, что Иван был Грозным. Ферс Хриколик, как говорят голландцы, совершенно не говорят, тогда как Иван Четвертый был, простите, Генрих Восьмой был просто Генрих Многоженец, а не чудовище, которое казнило своих жен и шесть раз умудрялось жениться. И таких примеров очень много. То есть мы, к сожалению, не переводим историю с плоскости 1D в плоскость 3D, не сопоставляем данные. От этого многие нюансы в исторических процессах от нас утекают. Вернусь к Рэмам. Я не первая, кто озадачился необычным названием этого племени. Почему Рэмы? Так вот, оказывается, еще в X веке люди помнили и устно передавали сказы о связи Рэмов, имеющих в столице город Реймс, с древними римлянами. Вот как об этом пишет Флодоарт, священник, летописец, историк. Флодоарт в своем труде «История Реймской церкви». Цитата. «Об основании города Реймса, ведь обоснователя нашего города, о том, кто дал ему это название, бытует народная молва, не вполне нами разделяемая, который называет основателем города, давшим ему имя, Рэма, брата Ромула». То есть во времена летописца, еще в X веке, местное население помнило, откуда росли ноги у названия их родного города. И напрямую связывало это с именем Рэм, или с теми, кто основал город Рим. Но сомнения Флодоарта можно понять, ведь из иных источников он знает, что Рэм был убит своим братом Ромулом. Но совсем отказаться от народной молвы он тоже не может. И приведя в доказательство выдержки из гальских войн о нежной дружбе между Рэмами и римлянами, он в конце концов заключает. Так что более вероятным кажется мнение, что это бежавшие из Отечества воины, то есть последователи Рэма, основали наш город и учредили племя Рэмов. И все-таки связь с Римом прямая, но на мой взгляд не совсем точная. Моя версия такова. Имя Рэмы всплывает впервые только в трудах Цезаря. То есть именно у Цезаря они начинают так называться. Мы не ведаем сам название этого племени. Из других источников мы уже знаем, что насельники этих земель были троянцы, родственники римлян, но не сами римляне. Полагаю, что Цезарь во время своих походов, узнав о происхождении этого племени и о их родственных связях, как это произошло в случае с бритами, сам дал народу наименование по аналогии с младшим братом Ромула, Рэмом, обозначив тем самым факт родства, братства и семейного превосходства старшего над младшим. Цезарь признал в Рэмах своих, наделив их этим прозвищем. Но коварство Рима, простите, не ограничивалось только покорением гальских племен с уплатой дани и признанием вассалитета. Риму нужны души. Не просто вассалитет, а тотальная покорность. Как? Через романизацию. Но романизация – длинный путь, требующий время, терпения, хитрости, продажности местных элит. Тем не менее, за 40 лет официального присутствия Рима в Галии там появилась значительная прослойка римской аристократии и обслуживающего его римского населения. Смешанные бураки размывали геном местного населения. Вот из тех же записок Цезаря хорошо известно, что вместе с легионами по Галии перемещалась такая же армия римских торговцев, которая оседала в покоренных гальских городах. Местное население их ненавидело, неоднократно грабило, убивало, изгоняло из городов. Вот вам только одна цитата таких упоминаний больше, только вот одна цитата из Цезаря. В столице Карнаута, в городе Кенабе, восставшие перебили римских граждан, поселившихся там с торговыми целями, и разграбили их имущество. Кем были эти римские граждане-торговцы? У историков даже появилось обозначение этих ассимилированных галлов. Сейчас существует вполне официальное название историческое – гала римлян. Из всего вышесказанного совершенно очевидно, что больше всего гала римлян, но за те 400 лет господства присутствия римлян на этих территориях, больше всего кальтичество гала римлян родилось на землях Рэмов или в графстве Эна. Ну, или тех территориях, которые сейчас поделены между юго-востоком Бельгии и северо-востоком Франции. Или на тех самых землях, которые позже стали ядром будущего франкского государства. Да, именно с этих территорий и началось поедание Европы и формирование франкской империи, переродившейся в 962 году в Священную Римскую империю, где Рим, там Дынь. Давайте поясню немножечко на конкретных примерах, как развивались историко-политические события. Официально считается, что римские войска стали покидать Европейский континент и Британские острова в конце IV века в связи с угрозой Риму Вестготов. Рим испугался каких-то Вестготов? Серьезно? Сорвал легионы, ну, каждый легион в среднем численности по 5000 человек, со всей Европы, массово передислоцировал их в Италию и проиграл варварам? За всей этой кучей легионеров? Вы не задавались вопросом, а что стало с этой массой мужиков? Куда они рассеялись? Я вам говорила, друзья, вначале, что тема будет сложная, но очень интересная. Здесь нужно прислушиваться каждому слову, каждому историческому событию и дате. Существует список римских легионов. Их название, года формирования, все это можно найти даже в интернете, в Википедиях. Есть отдельные книжки, посвященные этим событиям, римским легионерам. А вот год расформирования у многих, так сказать, войских частей неизвестен. И это тоже факт. Римские легионы пропадают бесследно? Или они не все были выведены из Европы, в чем нас пытается убедить легион хитрых историков? А может, они, переодевшись в гражданство, в гражданское растворили среди местных? Ну, такие спящие. Очевидно, что в Европе остается большое количество проримского населения. Как так называемые легионеры, так и галлоримляне, результат ассимиляции. Они и есть агенты влияния на гальских землях Рима. И Рим осознает, что, первое, эти люди им нужны для будущего влияния, второе, оставшимся нужна защита. Римский клуб. Рим не собирается от слова вообще покидать эти территории. Сделав с этих земель один шаг назад, как римское государство, он вернулся, как Ватиканский Рим и римский клуб. Именно поэтому на те земли, где проживали троянцы Ремы, римские кураторы отправляют, ну, правильнее сказать, переселяют племя, которому дается имя Франки. Согласно истории франков Григория Турского, это VI век, франки были германским народом с правобережья верхней части среднего течения реки Рейн, верой и правдой служившим своим римским господам. Я говорила, что информация будет сложная, но в данной ситуации первое, франки верой и правдой служили римлянам, это раз, они изначально жили по правой стороне Рейна, где-то в среднем его течении. Это вот приблизительно вот эти территории. Откуда это известно? От столицы, которую они учредили, Франкфурт на Майне. Франкфурт назван в честь франков. Если мы посмотрим на современную карту, то Франкфурт лежит на реке Майн, который является притоком реки Рейн. Опять же, это правый берег реки Рейн. То есть, вот на этих территориях изначально жили франки. Там иногда селят свевов, иногда алеманов. То есть, кто такие германцы, это, в общем-то, опять же, большой вопрос, не тема сегодняшнего разговора. И если мы уменьшим нашу карту, то увидим интересную закономерность. Вот на этих территориях изначально жили франкские племена, которые чудесным образом оказываются на севере Франции. Именно от этих франков называется Франция Франкрайк. Их переселяют на эти территории, и они становятся основателями франкского королевства, ставшего потом Францией. Давайте мы этот момент разберем поподробнее. Никто не объясняет, как эти франки оказываются на землях, где ныне граничат четыре государства. Бельгия, Франция, Лексимбург, Германия. Но именно отсюда они начинают захват окружающих территорий. Сначала под началом мировингов, а затем сменивших их королингов. Карл I кровавый делает свои резиденции. Город Ахен. Это современный Запад Германии. Но возникает вопрос, почему франков переселяют на эти земли? Какая в этом логика? Почему это происходит именно в тот период времени, когда римские легионы вынужденно покидают Европу? А это я вам напомню, самый конец 4 века, первое десятилетие 5 века. Простите, в 410 году Рим взяли Вестготы. То есть мы говорим именно о вот этом промежутке времени, начало 400-х годов. Давайте ответим на все эти вопросы. В 410 году франки сражаются на стороне империи против Вестготов. Римские управители осознают, что вечный город в опасности. Подключаются мощнейшие и хитрейшие политические игры, позволяющие сохранить имперское влияние на захваченным Римом территориях через новый центр управления в Константинополе при сохранении старого центра влияния в самом Риме. И вот теперь то, что архиважно и то, что также практически не используется и не упоминается хитрыми историками. К моменту захвата Рима Вестготами в 410 году этот самый Рим уже переоделся в христианские одеяния. И это уже духовный центр нового миропорядка. К 410 году к моменту падения Рима от Вестготов Рим уже не рабовладельческое государство, а носитель новых духовных в кавычках ценностей, освященных святостью креста, и Христа. Какой цинизм! Когда историки говорят о том, что Рим пал, они сознательно не проводят параллели с тем, что на месте Римской империи практически в то же время, в те же годы десятилетия возникает франко-римская католическая империя. Духовный центр новой христианской веры расположился в Реймсе, столице Рема. Вот такой наплыв информации. А многие ли читатели знают, что на территории Европы существовал римский анклав, получивший историков название Гало-римский домен? А в русском варианте почему-то названной Суассонская область. Но я полагаю, для того, чтобы через подмену названий отвести читателя от мысли об истинном значении и роли этих территорий. Итак, Гало-римский домен а-ля Суассонская область в самом центре Европы. Гало-римский домен Суассон это автономная римская территория в Северной Галии, возникшая где-то в середине 400-х годов именно на тех землях, где жили Ремы, потомки троянцев. После падения Рима в 410-м году и последующие годы так сказать варвары в кавычках вернули себе прилегающие территории и Гало-римский домен оказался отрезанным от сателлита. Все территории вокруг были возвращены исконным населением назад. Сохранилась именно эта область именно потому, что на этих территориях жили троянцы, родственники римлян. На этих землях оставалось проживать романское население. Давайте мы с вами сейчас попробуем посмотреть это на карте. Вот эту карту мы уже видели. Это графство Эна, племя Ремов. Именно потому из центра в кавычках сюда в экстренном порядке был направлен наместник из знатной римской семьи Эгиди Сиагри. Так как собственных военных сил было недостаточно, Рим принимает решение перебросить к суассонскому домену своих верных псов франков, оказавших неоценимую услугу в битвах с готами. Итак, еще раз, вот это суассонская область, это графство Эна, а это наложение карт, и у нас получается, что графство Эна вместе с Ремами входит стопроцентно в суассонскую область, то есть римлянам нужно было защитить своих на территории Галии. Для этого посылаются сюда франки. Обратите внимание на карту. Франков селят на северо-востоке по границе Гала Римского Анклава, чтобы защищать римских граждан от реальных и очень отважных противников, северных варваров. Южная граница Суассонской области находится в меньшей опасности, так как романизация этих земель началась именно с юга Франции и южные народы в меньшей степени представляли угрозу для Рима. Реальное сопротивление исходило с севера и востока, со славяно-скифских земель. И Эгидий вкупе с франками успешно обороняется в течение нескольких десятилетий. Обратите друзья на это внимание. Несколько десятилетий это государство, область, автономно существует и защищается от достаточно агрессивных аборигенов от местных жителей. То есть, еще раз, в течение многих лет прямо в центре Европы существовал проримский домен, тогда как сам Рим в это время захватили Вестготы. И вот дальше, пожалуйста, я думаю, коль скоро вы слушаете, друзья, значит, вам до сих пор интересно, внимательно прислушайтесь к тем фактам, которые я сейчас перечислю. В 480 году, спустя 70 лет после падения Рима, в 480 году умирает Непота. Это имя. Непота последний юридически легентимный император Рима. Умирает последний официальный император. Но никакого падения Римской империи нет. нет, просто отпала необходимость в императорах, потому что им на смену пришли римские папы. В конце V века формируется папская власть. Долгое время христианскими общинами управляли высшие должностные лица епископы. Но пап как таковых не было. епископы пытались то один, то другой присвоить себе право называться папой, но именно папство как форма управления выкристаллиризовалось в конце V века и сформировалось именно на базе римского епископата. Вот интересная деталь, на которую также не уделяет фримания историки специально. В 756 году это середина 8 века францкий мажордом он не король он только управитель мажордом Пипин Короткий после победы над Лангобардами передает епископу земли окружавшие Рим. То есть епископу местному подарили земли вокруг Рима после победы над Лангобардами. Епископ становится светским правителем этих территорий получившим название Папской области. Епископ официально закрепляет за собой титул Папы. То есть появился этот титул в V веке но к VIII веку он сформировался окончательно и безусловно. Благодарность за указанные услуги Пипин Короткий а это отец Карла I Кровавого Пипин Короткий который был мажордомом до этого получает от Папы королевский венец. А захваченные франками земли признаются королевством. В то же время Рим как светская папская область и как принудительно добровольный духовный центр новоявленной религии возвращает себе власть над европейскими территориями именно уже как духовный лидер а не как рабовладельческое государство. Давайте свяжем кончики от нитки которую нам основательно порезали чтобы мы не могли свести концы с концами. Да это не тавтология это игра слов. Итак еще раз то о чем я говорила но кратко сжато подведем итоги. К середине пятого века формируется институт папства. Папа это суверенная персона исключительного свойства. В это же время на западе Европы отбиваются от варвара в кавычках последний оплот Римской империи так называемая Суаксонская область или Суаксонское королевство. Ядром которого составляют Рэммы со столицей в городе Реймс. В это же время в 480 году умирает последний римский император. Римское папство берет власть в свои руки и пересматривает свое отношение к домену. Принимает решение его слить. Хитро руками франков убрать римского императорского наместника который к слову начал ставить условия Риму и придать этой области новый статус не потеряв влияние на этих территориях а только усилив его через римско-католическую церковь. и вот здесь очень интересно Сиагри младший в течение нескольких десятилетий успешно оборонявшийся от варваров в 486 году терпит поражение от франков в Суассонской битве и вот что удивительно победитель римского наместника Сиагри франский вождь Хлодвиг становится первым крещенным франским правителем крещение он принимает от местного епископа где находился стол епископа точно в городе Реймсе столице Рэмов вот и связались ниточки и нашлись притопленные концы всей этой чудовищно хитрой операции по завоеванию и покорению Рима по покорению Европы все дороги ведут в Рим римская церковь считала принятие Хлодвигом первым мировингом христианства своей победой они этого даже не скрывали так епископ Авид Вьенский поздравительном письме к Хлодвигу писал цитата ваше вероисповедание это наша победа переписки письма Авид Вьенского можно также найти в интернете повторюсь вероисповедание Хлодвига была победой Рима победы Рима над Европой Ну а к тем землям что отжали так сказать пограничники франки у местного рейнского населения прибавилась гала римская Суассонская область что стало основой будущего франкского государства на этой карте справа мы видим какие территории изначально занимало франкское государство ну скажем так до Карла Первого таким образом прослеживается четкая приемственность между троянцами Баафа на территориях юга Бельгии и севера Франции основанного ими графства Энна а также оказавшимися на тех же землях младшими братьями Рима ремов и поселившихся здесь же римских приспешников франков они все друг друга взаимозаменяют дополняют и являются суть одно вам становятся понятны замыслы закулисной политической игры кукловодов мира Европа это геополитический проект по захвату и романизации исконного населения населения принадлежавшего к славяно-скифскому миру о чем мы говорили в самом начале нашей беседы ну а геноциде местного населения сначала рабовладельческим Римом затем Римом Ватиканским а ныне Римским клубом много исчерпывающе написано другими исследователями мы об этом говорить не будем я надеюсь друзья вам понравилась эта тема и вы сами для себя сделали очень важные выводы и ответили на ряд вопросов которые возможно были вам до этого непонятны Лена у меня все да Оля вот оказывается где собака порылась точно ты знаешь я очень внимательно слушала столько новой информации я тебе скажу что ну мне например надо переслушать эфир еще раз чтобы все как говорится уложилось у меня в голове по полочкам да да я согласна тема на самом деле действительно очень сложная никогда ранее не поднимавшаяся а главное очень сильно насыщена фактологическим материалом и безусловно с первого раза ее ну понять может быть мозжно но осмыслить нужно еще раз в этом рыться и разбираться Далина да совершенно верно в общем то что мы изучали в школе можно сложить и как говорится выкинуть в мусорное ведро ну по большому счету к сожалению так да и учить историю заново вообще вот ну что ж Оля я благодарю тебя от себя и думаю от наших зрителей и слушателей за ну такие интересные сведения исторические за твой труд конечно огромный по исследованию всех этих материалов и благодарю тебя за то что ты доносишь до нас вот эти сведения это очень важно вот ну что ж да Оля я предлагаю перейти ко второй части нашей программы ответы на вопросы наших слушателей ты готова да да давайте ну хорошо тогда переходим ко второй части программы я прошу Алексея включить отбивку вы слушаете народное славянское радио продолжаем разговор продолжаем разговор на народном славянском радио я напоминаю что сегодня 7 апреля 2022 года четверг тема сегодняшнего живого эфира кельты что звали скифами и троянцы в Европе сказитель Ольга Семенова Роттердам рассказала нам по этой теме очень много интересных сведений и сейчас готова ответить на ваши вопросы уважаемые слушатели и зрители я еще раз напоминаю что вопросы мы принимаем на ресурсах народного славянского радио это slavradio.org пишется латиница без пробелов чат-беседка и youtube.com слэш или касая черточка slavradio так Оля вопросы есть значит первые первая поступила реплика от Василия Васильевича читыланы шатыланы шотландцы четыре вопросительных знака может быть спрашивает Василий Васильевич нет скорее всего нет потому что шотландцев называли или скоты или скалоты или да скалоты то есть у них совершенно другое произношение было их название а там явно написано или через ч или через х то есть или чатыланы или скорее всего это были все-таки хаты или вариант хеты вот потому что именно эти это именно это население проживало в непосредственной близости так называемых готов да то есть это однозначно здесь я могу сказать что это не относится к шотландцам шотландцам это немножко другая история спасибо так Василий Васильевич написал еще одну реплику там был вопрос здесь реплика про анну русскую было в одиннадцатом году даже по центральному телевидению это у нас да тогда был осуществлен подлог да да очевидно так следующий вопрос задает Валерий Лавриненко многие ученые историки и даже антропологи пытаются нам внушить что дескать кельты материковой Европы и Британии так он что-то не дописал потому мы знаем что это не так дальше пишет но тогда почему по описанию современников они рыжие так что дескать кельты материковой Европы и Британии точка мы знаем что это не так а вот что он хотел спросить многие ученые историки и даже антропологи пытаются нам внушить что дескать кельты материковой Европы и Британии может быть он хотел спросить одно и то же ну если смотреть по антропологии я правда как бы здесь непонятно о чем задавался вопрос но как бы попытаться логически домыслить можно было бы сказать так антропологически скифы те что были названы кельтами Британии и Галии очень похоже на скифов которые проживали на территориях современной России нам действительно пытаются как бы внушить другую мысль периодически рисуя черноморских скифов с выступающими скулами но это просто дань моде и к сожалению очередной исторический подлог дело в том что исторически доказуемо с этим материалом еще ведется работа что скифы прибыли на территории британских островов именно из причерноморья и вот эти скифы предкавказья вот то есть они в принципе как бы ну не могли быть на тот момент ни черными ни чернявыми это были люди с светлыми волосами или вариант рыжие волосы в принципе это все оттенки белого вот прибыв на территории британии они сохранились там вот и в такой форме внешности тогда как на территории континента происходили передвижения огромные населения человеческих масс и происходили некоторые конечно смешания но это уже в более поздние времена ну вот как-то так Лен да хорошо ну тем более что мы недопоняли немножко да вопрос вот хорошо Валерия Лаврененко дальше пишет реплика темными учеными кельтский феномен вот и все так ой учтен так темными учтен кельтский феномен вот и все и теперь его пытаются навязать нам потомков потомкам бариалов патологическое противостояние всех против всех для темных просто бесценно ну я во-первых хочу поблагодарить Валерия я так понимаю он постоянный слушатель вот вообще очень приятно когда ну общаешься со слушателем и понимаешь что есть очень много людей реально интересующихся историей и являющимися постоянными слушателями большая благодарность за это а что касается вот реплика вопрос то да безусловно главное вычленить самый опасный элемент и попробовать его очернить разделить перекупить ну а если не получится уничтожить то есть безусловно определенные силы есть которые упорно из века в век из тысячелетия в тысячелетие этим занимаются и это ну это по-моему очевидно уже для многих здравомыслящих думающих людей Лена так Оля хорошо продолжаем вопрос задает Михаил вернее он написал реплику Ольга Семенова здорово отличная параллель с римским клубом тоже благодарю спасибо так Валерий Лавриненко еще одну реплику написал кельты смешавшись с местными с местным закарпатским населением образовали гуцулов что произошло и происходит сейчас на Украине известно вот вам и кельты связь кельтов и скифов неверен и целенаправлен ну вот так вот Валерий написал то есть в его понимании кельты и скиф это не одно и то же да я поняла так ну хотя доказательств доказательств ты привела немало то есть мы как бы в общем-то даже на пальцах попытались рассказать уже все объяснить но вот у человека тяжело безусловно принять определенную информацию но я не знаю я не ассоциирую гуцулов там со скифами это немножечко другое ребят мы скидываем все яйца в одну корзину это неправильно просто можно все разбить и остаться совсем без яичницы Лена да продолжаем Оля Павел Ордынский задает такой вопрос а вы не читали немецкого историка ГДР Андрея Пауля Балтийские славяне там он делает исследование что славяне с полуострова Вагрия это и есть знаменитые варяги я знакома с Андреем Паулем его работами очень интересные работы не все читала скорее больше в вариантах статей но Андрей занимается именно Германией он я так понимаю русский немец ему близка эта тема он владеет хорошо немецким языком соответственно он очень так плодотворно копает в эту сторону я только двумя руками замечательно что есть люди которым это интересно Лена так следующий вопрос Оля от Бурова Медведя где вам удается найти всю ту литературу которую вы цитируете ведь многие источники совершенно неизвестны современным отечественным историкам пожалуйста Оля да да вы правы но я уже немножко об этом говорила выше что возможности интернета конечно сейчас просто потрясающе практически неограничены и большая благодарность библиотекам которые выкладывают книги бумажные в интернет и значит бумажном формате в формат интернета их можно читать переводить анализировать но если вот брать самый исток начало то я тоже даже близко не знала ничего о подобных книгах мой интерес начался собственно говоря с голландского языка в котором я нашла очень много параллелей с русским языком со славянским языком и желая продолжить изучать эту тему я стала искать какую-то дополнительную информацию и вот выйдя на тот факт что когда-то Утрих назывался Вилтенбюргом а стало быть городом Вилтов я зацепилась за первый исторический источник так называемая Райм так правильно называется Раймхроник рифмованная хроника голландская в которой четко ясно говорилось что некие Вилты основали город Вилтенбюрг потом пошла по цепочке дальше у меня зацепилась еще одна книга старинная стала ее читать и по сути дела цепляясь из одной книги в другую я в каждой книге находила некое указание на первоисточник я искала их и к счастью находила повторюсь возможности интернета сейчас потрясающие и постепенно выходила на тот материал который не мог быть доступен просто в силу того что его невозможно было нигде почитать его не было в общественном доступе повторюсь никто не поедет в Британию специально для какой-то книги можно теперь сидя на попе из той же Москвы Петербурга заниматься изучением английских архивов и библиотек и надо сказать что еще очень помогают соратники я вышла на одну потрясающую книгу может быть я сейчас расскажу в двух словах о ней Станислав Дубяковский прислал мне свою книгу такой его анализ исторических процессов очень интересная книжка и в ней я нашла ссылку на фразу о рутенах о том что рутены и русы это был один и тот же народ одни и те же люди вот я приложила максимум усилий чтобы найти откуда сделан был скрин этой фразы нашла эту книгу вот а уже потом по той книге вышла к первоисточнику вот сейчас на экране это скрин с разворотного листа историка руси монумента это потрясающее собрание переписи переписки и актов ватиканских пап относящихся к землям российского государства то есть там начиная с 11 века все письма акты касающиеся наших земель наших правителей князей царей нашей истории это настолько чудовищное собрание актов мне кажется я думаю что она неизвестна эта книга опять же отечественным историкам потому что насколько я поняла в наших библиотеках ее не сохранилось она есть вот в в Америке в их центральной библиотеке она есть где-то в германских библиотеках но ее нету насколько я поняла в отечественных она еще должна быть эта книга прочитана переработана обмозгована это потрясающий труд то есть кто сейчас есть возможность для себя сделать скрин поищите она доступна в интернете она на латинском языке там есть некоторые пояснения на русском и если ею заняться по этой книге можно написать диссертаторскую диссертацию то есть приходится желающий найдет цепляемся с одной книги за другую ищем и находим вот в общем-то это весь постулат и ответ на данный вопрос надеюсь я ответила на него Лен да конечно Оля еще раз название этой книги можешь сказать да на латинском историка руси монумент собрал эти документы наш замечательный замечательный исследователь по-моему Александр Тургенев вот он объездил несколько у него сначала изначально был некий пакет таких актов которые ему передали другие исследователи вот он изначально хотел их опубликовать но в результате своих поездок в Ватикан в Ватиканскую библиотеку во французскую библиотеку ему были предоставлены еще дополнительные документы переписка римских пап вот из которых вот он сделал выборку и в итоге получилось вот такое 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 здание вот с вот этими всеми актами начиная с 1075 года и вот ну практически там до 18 18 веков акт исторический относящийся к России причем введение к этой книге написано что таким сборником обладают только немцы у немцев есть тоже такой сборник там у них тоже был свой следователь который ездил по библиотекам собирал самые интересные документы вот только скажем так у немцев и у русских есть вот такое собрание исторических актов Лена понятно да очень интересное я думаю исследование особенно для профессионалов да для историков вот надеюсь что да изучат эту книгу так дальше Оля продолжаем вопрос от ворошиловского стрелка так он себя назвал согласно вашему повествованию никакого троянского коня не было ну это не мое повествование я только ретранслятор да получается что Жак Дегис в своей книге рассказывающей в том числе и историю некоторых троянцев не упоминает ни о каком троянском коне то есть в падении Трой он описывает именно как прибытие вот этого жреца и родственника приама в Трою где он наводит панику там очень прям несколько глав посвящено этому как он как этот Бава там проводил гадания как он там общался с богами вот как он приходил к мысли о том что троя падет потом приходит к приаму рассказывает приам ему не верит вот но уже стоят на готове корабли к отплытию и значит Баффа со своей компанией рядом с сокровищ бежит из погибающего горящего города то есть о троянском коне нет вообще никакой речи не знаю как это художественная придумка Гомера это троянский конь или может быть под ним что-то подразумевалось иное что мы не знаем что не можем перевести опять же может быть это какая-то аллегория как в русском языке есть понятие подложить свинью там это было понятие подложить какого-то коня но он не был каким-то материалистическим предметом как бы это остается вопросом но согласно другим историкам упоминания троянского коня в их исторических работах не было Лена да ну интересная была история конечно версия очень интересная вот так вот рассыпается да надо ставить всех исследователей в тупик потому что все говорит о том что не затащить этого троянского коня не поместить его там столько ерунды с этим троянским конем что откровенно какая-то выдуманная история непонятная с чем связана и зачем ее вообще приклели там никаких доказательств оснований существования этому коню нет то есть а все бьются головой об этого троянского коня и как мы бьемся о так быстро хотела сказать происхождение да русов от нормандского мы бьемся головой нормандскую теорию так вот там на юге бьются головой троянского коня Лен ясно ну что ж я думаю дальнейшие исследования покажут нам да где правда где нет очень надеюсь на это да 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 она уже я думаю всплывает она уже на поверхности так ну следующий вопрос написала матрешка как так как так получилось что киевскую идентичность и язык сохранили только жители Ирландии и Шотландии может быть ты знаешь Оля да вопрос большой сильный ну в смысле сильно большой и можно сказать так здесь скорее они сохранили свою идентичность не благодаря а вопреки но чтобы ответить на этот вопрос нужно его несколько расширить дело в том что как мы с вами говорили кельтами стали называть славян так сейчас я попробую найти у меня карта должна была быть да вот это не очень хорошая но здесь очень хорошо видны реки сейчас мы поговорим об этом то есть мы с вами говорили о том что кельты до греко-римских завоевателей или историков назывались скифами то есть мы можем говорить о том что практически вся Европа была заселена скифским населением но вопрос возникает насколько вся и пример нам ремов и троянцев говорит о том что были определенные вкрапления некие вот как мы говорим троянские конуни засланцы которые эту общую массу скифов разбавляли безусловно троянцы были не единственными и вот здесь я очень надеюсь на честных историков найдутся люди которые займутся этим вопросом кто же разбавлял скифское население Европы предварительно вот по тем фактам информации которые у меня есть я бы могла сейчас нарисовать картину таким образом вот у нас центральная Европа принято считать что вот река Эльба это была некая граница между некими германцами и славянским миром то есть начиная от Эльбы на восток уже жили славяне в то же время множество хроник говорит о том что Эльба не была границей это была внутренняя река славянского населения об этом говорят и голландские и фресландские даже тоже жизнеописание Карла Первого говорит о том что славяне жили и на какой-то получается на левом берегу Эльбы и заселяли территории западней Эльбы то есть мы можем взять как некую границу речку Вейзер вот по эти территории находились проселялись славяне возможно где-то здесь в перемешку также нам известно что славяне с запада двигались на восток и заселяли территории все прибрежные территории вот по Северному морю Атлантическому океану от Франции через Бельгию Голландию и вот фризы населяли земли вот вплоть до того же устья Вейзер ну какое-то время они занимали и вот эти территории то есть славянское скистское население проживало и на крайне западных землях Европы то есть у нас как-то под вопросом остается именно земли между рекой Эмс и рекой Вейзер пока у меня четкого понимания кто жил на этих землях нету считается что это были саксонцы но те же хроники делят саксонцев на нижних и верхних причем нижними саксонцами они упорно называют жителей Фрисландии это северная Голландия то есть они именно нижние саксы но мы понимаем что уже знаем что нижние саксы Фрисландии были родственных отношений со славянами Голландии которые основали город Слаффенберг в устье реке Мас миллион раз уже об этом говорила то есть саксонские хроники говорят что было и фрисские хроники говорят о том что было несколько насельников на этих территориях вот на побережье высаживались значит несколько волн одна волна это были те же троянцы вторая волна это значит британские славяне еще одна волна это некие люди которые служили в армии Александра Македонского Александра Великого но после смерти Александра были вынуждены бежать с этих территорий и в одних вариантах говорится что это были иудеи которые служили Александру Македонскому и были вынуждены бежать из этих территорий потому что были ненавидимы местным населением за их действия, и они прибыли именно на прибрежные земли Саксонии. Другие источники или другой вариант рассказывает о том, что эти служившие в армии Александра Македонского люди были вообще индусами с земель Ганга и тоже каким-то образом оказались в Саксонии. Но так или иначе понятно, что здесь было некое чуже странное население, принадлежащее к другому роду, к другому племени. Но и так вот косвенно об этом говорит, например, упоминание фрисского хрониста Эгерика Бенинга о том, что, по-моему, первый император Священной Римской Германской империи о том, первый так открыто считал, что его предки были иудеи. То есть о том, кто населял вот эти территории, в общем-то, пока остается под вопросом. Этот момент надо вычислять, выяснять. Но точно понятно, что практически все территории Европы занимали славяно-скифско-кельско-германское, как хотите назовите, это население однородное, гомогенное. И, значит, вот на западные территории они пришли с земель Британии. Теперь непосредственно отвечая на вопрос, почему именно ирландцы и шотландцы сохранили свою кельско-славянскую, как мы понимаем, индивидуальность. Дрангнахосты начался не с германского вторжения, не с тевтонского вторжения на славянские земли, то есть не с Эльбы. Дрангнахосты начинается с того момента, как вот на этих землях ремов возникает франкское государство. Именно с этого момента и начинается завоевание европейских земель и вытеснение местного населения или его романизация. Романизацией занимались вот на Восточном фронте. Западный фронт выпал в какой-то момент из поля зрения, ну, назовем их, захватчиков. И шотландцы, и ирландцы, плюс еще в силу своих природных условий, своего географического положения, были менее интересны этим сущностям. А когда, в общем-то, они к ним вернулись, то оказалось, что эти люди настолько были противниками вот этого британского господства, британно-римского господства, что категорически не готовы были быть романизированы или ассимилированы. Мы уже говорили в прошлых беседах, почему британцы так ненавидят ирландцев. Всей душой ненавидят. Они же буквально, ну, истребляли это население. Я не знаю, есть такой товарищ Джонатан Свифт, вы знаете его как автора художественной литературы, ну, так вот, он конкретно и вполне серьезно, хотя сейчас это подается под маркой жесткой сатиры, но, по-моему, он очень серьезно говорил о том, что ирландские детки очень вкусные, их можно продавать там по какому-то количеству пенсов. То есть британцы ненавидели это население именно потому, что оно сохранило свою идентичность. Но, опять же, это, скорее всего, не благодаря, именно вопреки им меньше занимались, они находились на островах достаточно холодных и неудобных, и они давали огромный, вообще, тотальный отпор вот той же британской, ну, романизации. Вот, поэтому, наверное, можно вот таким образом ответить на этот вопрос. Все остальные территории, они находились на востоке, и, соответственно, Дранг-Наоса начинался с них, и романизация этих земель начиналась в первую очередь. Ими и занимались. Лена, надеюсь, я ответила на вопрос. Да, Оля, ты, конечно, ответила на вопрос. Очень полноценный был ответ. Так, Оля, так, вопросов больше нет. Это был последний вопрос из чата. Я напоминаю нашим слушателям и зрителям, что сегодня мы вели разговор по теме кельты, что звали скифами, и троянцы в Европе. Сказитель Ольга Семенова, Роттердам. Оля, ну и по традиции я предлагаю тебе сказать нашим слушателям какие-то добрые слова. Друзья, любите свою родину, не бойтесь быть патриотами. На самом деле большая честь. Лена. Да, очень хорошо, Оля. Коротко и чётко. Благодарю тебя. Благодарю тебя, Ольга, за сегодняшний эфир, ну и, конечно, за ответы на вопросы. Ты всегда очень отвечаешь, ну, так скажем, у тебя ответы всегда наполнены историческими также сведениями и так далее. Так что благодарю тебя за это. Да, спасибо. Ну, порой вопросы бывают очень интересные, достойные. Вот, за что спасибо зрителям и слушателям. Совершенно верно, да. Я напоминаю, что сегодня 7 апреля 2022 года, четверг. Тема сегодняшнего живого эфира была «Кельты, что звали скифами» и «Троянцы в Европе». Сказитель Ольга Семёнова «Роттердам». Уважаемые зрители и слушатели, наша передача подошла к концу. Я благодарю Алексея Щербакова, который трудился за пультом, и Светлану Большакову, которая принимала ваши вопросы и реплики, а также следила за порядком в чате. Ну и, конечно же, я благодарю наших слушателей и зрителей за ваши вопросы, реплики, за интерес к истории, за интерес к нашим передачам, передачам Народного славянского радио. Передачу вела Елена Лёвина. Я желаю всем добра. Уважаемые наши друзья, изучайте нашу историю. Изучайте вообще историю, ну, может быть, и не только нашу, а историю и мировую тоже. Вот видите, я думаю, вы совершите очень много открытий, таких, как совершает наш гость, историк Ольга Семёнова «Роттердам», за что ей огромная благодарность. Спасибо. Вместе мы сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов. Субтитры создавал DimaTorzok